Здравствуйте! На сегодняшнем уроке мы рассмотрим с вами изготовление карбоновой балки для матчевого планера F5G На прошлом уроке я вам рассказал, как мы изготовили матрицу для изготовления балки Такая вот матрица То есть у нас вот тут была мастер-модель Используя которую мы сделали вот такую вот Такую вот матрицу Изначале перед нами стояла трудность, что вот этот карбоновый материал, который мы используем Он достаточно плотный и, сказать так, жесткий А смола у нас тоже очень хорошая, но она слишком, так сказать, не клейкая Или как-то... Вот... Поэтому мы сначала вырезали заготовки такие вот из карбона Пока я вырезал заготовки, промазали... Промазали матрицу воском На 3-4 слоя с просушкой каждого слоя и с полировкой Вот промазали вот эти вот поверхности и саму... И вот эти поверхности все поверхности были промазаны Затем Мы применили маленько такой... Другой метод формирования вот этой заготовки Что мы сделали? Мы по... Сначала развеи смолы Поскольку она у нас немного жидкая была И, так сказать, плохо склеивала у нас все эти детали То есть, когда мы укладываем заготовку Жидкая смола практически не прилипает к стенкам И он вот так вот амортизировал Вот это была у нас основная трудность, которую мы хотели преодолеть Вот... Для этого мы вырезали заготовку и склеили слои 3Мовским клеем Клей-спрей 3М77 Вот у нас получилась такая вот жесткая, скажем так, заготовочка Которую мы промазали клеем То есть, мы сначала подождали, пока эпоксидная смола загустеет Станет, так сказать, более густой и клейкой Но время жизни этой смолы примерно 3 часа Ну и ждали, ну, час-полтора примерно Вот она маленько загустела И после этого мы промазали вот это место эпоксидкой Уложили туда нашу заготовку и промазали То есть, в процессе проникновения эпоксидного связующего в эту нашу заготовку Он съел клей и слои перестали склеиваться друг с другом То есть, вот и поскольку у нас смола уже загустела Она так более-менее хорошо туда провалилась То есть, она вот не отпрыгивала вот так, скажем так Не амортизировала и не вылезала из формы Одну форму мы положили и при помощи ножниц отрезали вровень Вот так вот, в ноль Вот, у нас тут получилось два слоя Затем мы взяли вторую форму Вторую форму И таким же образом мы положили сюда заготовку, пропитанную эпоксидной смолой Но здесь она у нас выступала вот примерно на сантиметр Затем при помощи нашего супер шаблона и изогнутых ножниц Мы отрезали эту заготовку так, что здесь оставалось 8 миллиметров с каждой стороны По 8 миллиметров После этого мы положили внутрь трубку с натянутым шариком Забыл я трубку положить Что-то вот такая вот трубка из 6-ти миллиметрового алюминиевой трубки На которую натянут шарик Вот, в трубке просверлены отверстия для прохода воздуха в некоторых местах Здесь она вот при помощи изоленты завязана Здесь вот установлен шланг компрессора для раздува То есть у нас получилась вот одна половинка вот такая вот с большими так скажем краями Здесь мы укладываем нашу трубку таким вот образом И потом заворачивая края Ну я сейчас вот так покажу на примере Вот так вот заворачивая края Я обматываю все нитками После того, как я обмотал всю заготовку нитками То есть вот эти вот края Потом, когда я сниму нитки и ее освобожу Она вот так вот становится И получается шов с нахлестом 8 миллиметров После того, как я все провязал Я укладываю вторую половину Здесь у нас заготовка отрезана в ноль Укладываю вторую половину Все скручиваю Все скручиваю болтами Но без сильного натягу Просто фиксирую Разрезаю нитки Вынимаю их И закручиваю наши болтики Так сказать, болтики Так сказать, в полную силу Вот тут вот Выклеим такие бонки Мебельные Вот на красивой смоле И вот болтом насквозь все скручивают Вот В эту форму мы Когда мы Когда мы укладывали первую Так сказать, тестовую заготовку Мы раздули ее до двух атмосфер Вот У нас вот получилась Такая вот Тестовая, так сказать Хвостовая балка Но Она получилась не совсем хорошо Потому что, во-первых Я вот тут вот неровно уложил Тут получилось вот отверстие То есть оно не захлестнулось Вот такие вот Наши 8 миллиметров Оно не захлестнулось Вот И Здесь вот Не знаю, видно вам или нет Но здесь вот Не до конца Так, кстати Продавилось связующее Тут вот есть вот Небольшие такие точки Воздуха После того, как у нас Вот все это Нормально Расщелкнулось Нормально разошлось Мы сделали вторую заготовку Вот Уже более тщательно Уже мы Сделали Нахлёст заготовок Друг на друга Не 8 миллиметров А 10 И оно вот Хорошо так Склеилось Получилось И надули мы уже Ее 6 атмосферами Вот От всей души Так сказать Вот И получилась вот Такая вот Очень хорошая То есть вся заготовка Хорошо пропиталась Связующим Все продавилось Продавилось И получилась вот Уже со второго раза Нормальная заготовка Вот Ну Основная трудность Как я уже говорил Это в том Что у нас Был Карбон Достаточно Очень дорого Ну Мы со второго раза Справились с тем Что у нас Вот эта ткань Оказалась Достаточно Толстого Достаточно Мы делаем Планер Дальнейшее подвижение Мы осветим То есть мы Готовимся К летнему Так как Летному сезону И соревнованиям Готовимся Эта ткань Ткань Готовим Эта ткань Ткань А Готовим Эта тонна аются В Эта ткань Сaud� Знаете Готовим Продолжение следует...